Оу, братан, здорово, это ты мне звонил насчет бэхи? Здорово, да, это я. Здорово, здорово, дай тебе пожму руку. Классно выглядишь, а это твоя тачка? Спасибо, и ты, да, это моя тачка. А если не секрет, это твоя первая? Да, это моя первая машина, сейчас я решил накопить больше денег и купить себе машину, бэу, среднёк. А это что получается, твоя первая бэу-тачка что ли? Ну да. Эти новички вообще ничего не знают, я ему скажу что угодно, и он мне поверит. О, братан, тебе так повезло, я честно тебе скажу, потому что эту тачку я вот вообще продую, я сам владелец, я не перекуп. Эту тачку столько времени, столько своего сердца вложил, столько денег, что ты не представляешь, тебе очень повезло. Давай посмотрим на тачку. Давно хочешь себе вообще бэху там? Да, я давно мечтал об этой машине, я очень долго работал, работал на шахте, на лесопилке. Очень сильно хотел эту машину. Да это же просто идеальная жертва. Вот не зря ты на неё копил, а я тебе уверяю, посмотри, это ж BMW, это ж джип, это ж X5. Какой значок, ты посмотри какой большой значок, а? Ну да. Сразу видно машина, пушка. Пушка, пушка, ты посмотри какие диски. Ты обратил внимание какие тут диски? Ты такие диски никого не найдёшь, на таких дисках только Lamborghini, это Vassona, я тебе скажу. Эти диски стоят как две твои Sierra, я тебе уверяю, 350 тысяч дал. Диски и вправду дорогие, но я тачку уже с дисками брал. Это Vassona, ты вот ни одну BMW X5 на таких крутых дисках не увидишь. Я их сам первый поставил на эту тачку, сам вот вложил 300 тысяч. Ты вот зацени, 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 а посмотри какая она сзади, ты посмотри. Ты ж когда будешь ехать, будешь её вот сзади, посмотри какой у неё сзади, а? Как тебе её сзади? Вау, очень крутой сзади. Да, вот тут смотри, две турбины, я тебе скажу по секрету, ты ни у одного внедорожника за такие деньги не найдёшь сзади две турбины. Ладно, тут турбины, а я ж тебе-то ещё и номер дам в придачу, ты посмотри какой номер. У-у, я за него дал 100 тысяч, а я тебе просто так дам. Это не номер, это помойка. Нифига себе, действительно классный номер. А у тебя что, нету номеров? Тебе вообще, наверное, ни разу номеров не было. Нет. Я тебе уверяю, вот такой номер ты потом ещё перепродашь, ещё и заработаешь. Просто мне, вот эти, честно скажу, вот мне просто деньги срочно нужны. Проиграл просто в казино, и надо долги возвращать, вот, если бы не долги, сам вот до конца жизни на этой тачке ездил бы, потому что, ну, это машина мечты. Ладно-то это, слушай, да ты же ещё внутри не был, давай сядем внутрь. Садись. Ну давай. Ты посмотри какой салон. Белый салон, ты представляешь, тачка чёрная, а салон белый. Это так классно смотрит. Я тебе говорю, мне кажется, это вообще идеальное сочетание, ты такого сочетания нигде не найдёшь. Ты посмотри какой, это же кожа, это же белая кожа. Потрогай дерево, потрогай дерево. Вау, сразу видно настоящее дерево. Сибирский дуб, я тебе отвечаю, это дерево ты нигде не найдёшь, это тебе не жигули. Я вообще считаю, честно тебе скажу, это самый лучший салон вообще на среднем классе, ты не найдёшь. А вот, ладно-то спереди, а повернись назад, а ты посмотри какой у нас тут панорама, а? Вау, классно, я сяду назад посмотреть. Да-да, вот садись назад, вот садись. Вот посмотри наверху. Очень удобное сидение. Вот, правильно, правильно, посмотри наверх, что ты видишь? Панорамное окно очень классное. Нет, ты видишь снег. На какой ещё тачке ты когда будешь смотреть на небо, видишь снег? Только на этой тачке тут панорама, вот видишь, тут две панорамы. Тачка очень классная, классно, что, будем брать? Да, но я бы хотел посмотреть на ПТС этой машины. Без проблем, братан, сейчас я тебе покажу вообще. ПТС нормальный, единственный владелец, вот я вот брал её в автосалоне сам, вот был, конечно, глупый. Взял новую в автосалоне, ещё диски поставил, ещё много чего вообще на ней делал, всегда ухаживал, не пожалеешь. Да это BMW в банде полгода находилась, я её за 400 тысяч взял. Так, а 14 износа, мне кажется, это много. Эй, да какое много, братан, я вот три дня назад просто забыл её помыть и просто много ездил и набежала. Ты вообще, вот знаешь, сколько износ убрать стоит, знаешь? Нет. А я знаю, 2000, один износ убрать. Да на этой тачке один износ стоит 13 тысяч, да его даже смысла нет убирать, потому что ни один нормальный человек не купит машину с пробегом 4000. Я тебе вот скину там вот символически 30 тысяч, чтобы ты просто не переживал. И ты уберёшь этот износ сразу после покупки. Вот честно тебе скажу, сам хотел убрать, но торопился и ехал сюда как молния. Деньги срочно нужны, поэтому уже и износ не успел убрать, просто отдаю тебе. Ну что, берёшь? Ещё бы, я хотел спросить, 4000 бега, мне кажется, это очень много для такой машины. Эй, да, какое много, братан, ну тут у тебя сколько там бега? У меня на Сиере 200 бега. Эй, 200 бега, у тебя просто Сиера, а это средний класс, тут ты на среднем классе на машинах вообще ездил? Нет, ни разу не ездил. Ну вот, на среднем классе это большой пробег, это 10 тысяч. Люди ж не дураки, зачем им новые покупать, если бушные есть. Вот 4000 это ещё нормально, ты ещё накатаешься и детям, и внукам хватит. И потом, когда будет там 6000 бега, продашь её ещё и дороже. Ну, я бы хотел замерить скорость этой машины, сколько она едет. Братан, пушка-гонка, не зря же BMW называется. Едет, и тебе честно скажу, сам замерял 250 км в час. Да какие 250, она 170 еле наваливает. Ты посмотри, какой двигатель, а? Посмотри, какой большой. Да, двигатель действительно очень большой. Но двигатель двигателем, но я бы хотел замерить скорость этой машины. Да без проблем, братан, ты что думаешь? Ты думаешь, что тебя обманут? Да без проблем, давай, поехали, сейчас глянешь. Давай. Только капот закрой. Хорошо, сейчас. А бензина-то нету здесь? Ой, лысая моя башка, забыл совсем. Братан, забыл тебе сказать на самом-то деле, я когда ехал, бензин закончился. Вообще проглядел, но ничего, у меня есть трос. Мы можем на твоей тачке, дабы у рынка ее на тросе докинуть. И там ты уже, когда ее купишь, заправишь, мы уже и увидим, какая у нее максималка. Я тебе уверяю, 10-50 км в час. Берешь? Ну, я думаю, что беру, потому что я очень долго начинал об этой машине. Я тебе говорю, вот 700 тысяч, как мы и договаривались, я тебе еще 30-ку скину, чтобы ты не переживал. 670 тысяч, и эта машина просто подарок для тебя. Ну что, поехали брать. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова